всем привет друзья с вами разум улья и сегодня мы попробуем на вкус примарха у нас остался один сектор не пройдены нами это кодианский сектор и финальная битва вероятнее всего в кадии и нас ждет рабао джилиман мы можем подождать немного восстановить свои силы подраться до морды здесь разбить кое-кому и подтянуть сильные флотилии сюда же давайте-ка давайте-ка кого мы подтянем нас здесь кто-то есть темперцепрут вот крутая тема для финала ты идешь к нам ты идешь к нам здесь кто-то есть вот это тоже неплохо ну-ка раз-два да вот вы вы тоже можете тоже можете нам понадобиться жалко между флотилиями нельзя перекидывать корабли хотя ведь сильные принципе зубастые тоже норм в бригаду принципе можно послать вот это мне не нравится как-то тухленько ждем тогда в гости ждем в гости корабли вражеские отбиваемся и сидим собственно ничего не делаем пожираем оставшиеся системы в секторе и идем самый крутой флотилией ну или даже не обязательно самый крутой главное чтобы было побольше кораблей с авиацией мы потеряли один флот зря это сделал ну ладно не считаемся с потерями времени тратим попусту идем к финалу ход 111 до мелкий флот я потерял потому что нужно было его наверное местами поменять ну ладно это уже вряд ли на что-то повлияет есть по цены эти нормально еще еще даже целые уже даже целый этот посильнее да будет ну давайте тогда это нормальный корабль да это корабль очень хороший мы его тогда бросаем вот так вот это тоже неплохие эти тоже неплохие а здесь что нормальный но это тоже нормальный ты мелкий тоже ничего грызться может нос ему откусили ну ладно вылечиться сейчас мы здесь в нашем санатории замечательном мы же построили санаторий построили в нем и отдыхать будем отдыхать сидим можно в каде в принципе уже даже прыгнуть будет если там сейчас никого не останется чинчара мы потеряли ну ладно прыгаем в кадию наверное раз там никого нет никого нет дома кто-то один остался там охранять один дома бедняга давайте так тогда раз и два автобитва тоже хорошо теперь нам нужно восстановиться и мы будем готовы мочить вражин вот как восстановиться если нет жратвы вот это вопрос конечно интересный сидим кадию тогда в любом случае сидим сразу там поставим что-нибудь интересное и пойдем на финал я уже наверное десятый раз вам сказал что пойдем на финал так вот друзья если вы не знали у нас сейчас финал и раба у джилиман знали нет ну наверно не знали 350 700 ждем восстановления нет ни хера далее жалко финал собой нельзя больше кораблей привести вообще нужно было бы три флотилии по тысячи а то мне представляете сейчас как дадут по морде ну ладно мы будем играть на износ с вражинами в целом там может быть ставка не на массу а допустим на сильные корабли какую-нибудь фалангу вот это как-то а но мы еще не восстановились поэтому все вяло ладно жрем нам хватило на прошлую миссию нормальных кораблей но здесь фаланга который можно высечь и какие-нибудь парочку крейсеров косморей все и хватит с них вот еще у нас можем сюда тогда прыгнуть стоп ты чё собака захватил ах ты гад мир инкубатор если что мы его потом развалим а большего мне не нужно как говорил один замечательный киноперсонаж ну что все ура мы восстановились принципе нормально 800 823 слабая спешка ох да а мы никуда и не спешим и так спайра не сумел удержать подступы к одианскому сектору рабао джилиман и его ультрамарины стягивается к руинам кадии чтобы дать последний бой тиранидам в этой системе решается судьба святой терры и всего человечества до лорд-командор рабао джилиман нас две с половиной тысячи сила погнали ух я прям в предвкушении то есть фалангу и на помощь кулаки не приведут хорошо без фаланги так вы вблизи кусаете так жильман еще не вступает в бой он только своих космодесантников вперед бросает пока что и у меня очень мало авиации ну не очень мало ладно 3 я привык что их 4 этот без авиации эти без авиации эти будут жрать ну ладно основные корабли здесь крупные имеют флотилии пойдет и так я думаю нам этого хватит но 4 корабля это мало там возможно кто-то идет мелкий на тихом ходе сюда бросаем замедлим ли сейчас запалим ага вот они мелкие интересно насколько хорош жильман корабль его на с абордажем представляете абордаж примархом это что там вообще жесть выносить должно весь экипаж надо будет посмотреть свойства давайте сюда пока понакидаем турелей турелей угу засветили вот здесь мы отобьемся кое как ты летишь вперед получаешь по морде хорошо после этого выдвигаются наши два корабля которые будут будут мачить вражин въедаетесь ты давай сюда тогда въедайся ты на того кто покрупнее здесь ну е-мое ну как так он уже остался без без морды что за фигня ладно пусть так успеем ли мы там что-нибудь взорвать мелкий тоже еще пока сделаем вот так вот так на тебе ты тут носом ладно стреляй боком так и быть пожалею тебя тут легко все съели изи еда 9 переключаем доедим доедим все в порядке тут только не доедим ээээ хотел покрасивее сделать да по-моему этот мелкий сейчас отъедет отдыхать видимо да пока мало кораблей все-таки до имперской миссии далеко посмотрим на что способен примарх куда ты куда из боя выходишь а ему еще щит восстановили но это не затащит ладно давайте вот так хотя можно было его так настрелять 4 800 и тут идеально наш взрыв пошел увеличенная дальность действия бордажа ага хорош точные удары огромная эффективность войск да ну не ужасающая но огромная ладно устрашающий гигантский низкоманевренный сенсоры но это все стандартное плазменный реактор реликвии ордена и знамя роты у него прилично ладно идем тогда тоже свою авиацию посылаем нам не пофиг ли наверное на этого мелкого погнали так надо как-нибудь покучнее тут еще один ну а вот нарожают новых нам какая разница часть макрейджа вот он пошел ну красивый корабль хотя я надеялся на фалангу но пойдет и так а вот с этой стороны со стороны солнца в смысле не солнце нам не знаю что освещает наверное солнце освещает откуда-то издалека со стороны света скажем так выглядит все солидно синий красивый этот корабль поменьше не такой пафосный как главный батин корабль круто у нас будет еще авиация давайте готовим тогда для абордажа пушек у него вряд ли будет ловим так мимо я зря нифига он там разнес слушай ты обалдел там совсем плохо все торпеды поймал ладно вгрызаемся в него охренеть так а у нас еще один есть далее в бочину сейчас все будет круто мочим мочим гада щитом уломаем явно покоцали есть у вас у кого-нибудь авиация есть отлично давай у тебя есть у тебя нихера нет идти сюда тогда да что-то нас не спасает ну блин там куча самолетов опа ух ты ух ты ноу ретрит ноу сурендер ну давай давай как говорил я не помню какой то персонаж вдове так говорил лови тогда гостей не хочешь отступать ух ты мы даже древнего не успели ввести все да да и все домой а вот и ачивки лови и Это было так, в vain. Адмирал! Мы читаем сигнализации в Каде. Немного! Немного уйдет! Эмпера, нет! Немного! Астропатка! Мы не можем получить химна к Террау! Блеседа, Эмпера! Уйди отсюда! Уйди! Они должны быть уважены! Кто-то должен! Ну вот и все, видимо, да? Да, пошли титры. Минус спайр, минус робаут. Даже коротенькая серия получается, ну что поделать. Я думал, конечно, что будет побольше миссия. Но комп, как обычно, подставил примарха и все. И мы его замочили. Мне понравилась игра. Прикольная кампания. Конечно же, есть что улучшать. Но давно не было о хорошей игре. Игры по Вахе 40К. С такой интересной кампанией. Тем более, где нам дают возможность поучаствовать именно в ключевых событиях. То есть, не как обычно раньше. Ты там управляешь каким-то левым космодесантником. Который один там правая пятка левой ноги. Где-то там на какой-то планете неизвестной, выдуманной, что-то там делает. Ищет камень. Бьет орков по морде. А здесь ключевые персонажи. Ключевые события. Гибель важная. То есть, ты чувствуешь приобщенность к системе. Плюс, это гибель Кадии. Которая немного встряхнула Ваха комьюнити. Какое-то время назад. И здесь все это показывается. Ну, эпично. Для меня, в целом, не знакомого с системой. С вселенной 40К. Это было очень интересно. Возможно, фанатам Бека что-то здесь не понравилось. Но мне было очень круто. Мне понравилось, что все классно подано. Что разработчики постарались. Да, есть косяки. Но, в целом, все довольно амбициозно. Я думаю, патчами они все поправят. DLC, возможно, что-то у нас будет в DLC интересные кампании. И более разнообразные. В общем, очень круто. Есть куда расти. Я надеюсь, что они на этой игре соберут хорошие деньги. И что смогут сделать следующий час или какую-то другую игру по вселенной по Вахе интересной. И плюс опыт, который они здесь получили и получат. Фидбэк им поможет. Разработчикам. Крутая кампания, в общем, друзья. Спасибо всем огромное за просмотр. Мне понравилось снимать. Мне понравилась ваша реакция на эту кампанию. Оставляйте фидбэк. Что улучшить. Я понимаю, что есть косяки. Это все-таки мое первое полное прохождение. Первая запись всего. Я буду улучшать свои навыки. Постоянно буду записывать новые прохождения. Буду пытаться делать атмосфернее. В общем, все это будет... Я не собираюсь останавливаться. Буду расти. И, надеюсь, вы мне поможете. Будете оставлять обратную связь. Оставляйте свои предложения. Можно в Дискорде. Можно в сообществе в Ютубе. Можно в комментариях под видео. Что бы вы хотели улучшить. Что бы вы хотели увидеть. Монтаж. Допустим, какие-то прохождения еще и так далее. Все это я читаю. То есть, не обязательно. Если даже я вам не ответил. Знайте, что я все это читаю. Все это вижу. Поэтому не бойтесь. Главное, не обзывайте стримера и записывающего прохождения в моем лице говном. И тогда вам не ответят грубо. В общем, все, друзья. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами на стримах в следующих других видео в других прохождениях. Всем пока.